Всем привет! Холодно у нас, холодно, как говорится. Ладно, тема сегодняшнего видео. У меня надфарники стоят уже желтые, 4 года уже. Как машину покупал, сразу у них заказал светодиодные. Работает отлично наше российское производство. Смотрю, сейчас очень много появилось на рынке разных надфарников. И с ближним светом что-то там, и с поворотки там моргают, и вдоль и поперек. Поэтому сейчас поедем к нашему товарищу, автосвет номер один в городе Оренбурге. Приедем, посмотрим какие надфарники есть. Влад нам расскажет все, выберем с вами. Уточним какие цены, посмотрим какие лампочки, головной свет светодиодные есть. Я устанавливал нарва, вот уже года два на них езжу, мне нравятся. Без проблем на какие-то. Говорят, что есть какие-то более новые, как говорится, уже не стоит, все меняется. Поэтому с вами едем, автосвет номер один, город Оренбург. Один автосвет, жду, когда покупатели выйдут, покупают светодиодные лампы. Сейчас выйдут, посмотрим, ну и пообщаемся. Так, друзья, знакомьтесь, Влад. Влад, здорово. Всем привет. Подписчикам детального канала ДНР7. Смысл, как в видео я сказал, будем выбирать подфарники или надфарники. Влад, приехал, хочу себе поменять, у меня уже старые, желтые. Вот такие вот, я смотрел там поворотники моргай, какой-то ближний свет есть. Вот такие, наверное, или какие варианты еще есть? Да, вот отличный вариант, как раз ты на него смотришь. Это вторительская фирма ВТ. Производство, естественно, в Китае, но разработанным нашими инженерами. То есть под наши, так скажем, погодные условия, рассчитанные они. И качество здесь исключительное. Прям я могу их рекомендовать. Корпус здесь идет металл. Это дюраль, что ли, как он там? Ну, какой-то металл, радиатор охлаждения здесь идет, может быть дюраль. Теплоотачка стоит. Да, здесь идут внизу пароотводы, если вдруг где-то как-то все-таки от перепада температур может быть запотевание. И есть куда испаряться, чтобы плата не гнила. Понятно. Вот. Здесь идет 6 светодиодных секций. А это стекло или пластик? Это поликарбонат. Это более крепкое стекло. Ну, грубо говоря, пластик. Он крепкий и он не выцветает, как... Ну, наверное, сюда пленочку наклеить, наверное, сразу. Бронировочную пленочку, конечно же, рекомендуем, клеить. Сразу, потому что это защитит от пескостроя, со временем все равно, что бред, где-то не теряется. Раз в несколько лет пленка поменяла, и они как новые. Согласен. Хочу подключить, показать, как это работает. Посмотрим. Вот. Я просто смотрел, вот у нас у ребят, у многих там по-разному работает. Ну, как он? Режим поворотника. Ну, идет стиль Lexus. Вот. Сек-сек-сек. Неплохо, да. Яркость отличная, то есть вы будете хорошо заметны на дороге, и это безопасность. Вот. И два режима здесь идет. Есть режим габарита. Ух ты, как ярко. Это габарит. И есть режим ходового огня, но он как ближний уже светит. Вот как сейчас идут секционные туманки. Ну, да, вон, вон, я в свитах полосой, не слепят стричку. Вот. И они хорошо заметны издалека. Понятно. Ну, я думаю, что вот этот вариант будет прям отлично для себя. В комплекте идут резиночки уплотнительные, чтобы кузов не терлось, чтобы аккуратненько это все стало. Ладно, а по деньгам? По деньгам комплект на сегодняшний день... Сколько, Миша, посмотри, пожалуйста. 3 500 такой комплект на сегодняшний день стоит. А если вот ребята мои, подписчики к тебе напишут? Или как это? Ну, сделаем скидку обязательно. Я думаю, что до 10 процентов, ну, постараемся. Так, ребята, не 3, не 5. Слышите, да? 10 процентов. На сегодняшний день. Да, на сегодняшний день. В регион отправляешь? Да, мы отправляем в регионы. Недавно я отправлял в Уссулье-Сибирское. Парнем, может быть, он посмотрит это видео. Он брал LED-лампы Narva с охлаждением, с гибкими радиаторами охлаждения. Он позвонил вообще сначала, хотел взять линзы. Но в этот автомобиль линзы не подходят. В данном случае мы с ним обсудили все варианты. То есть, мы поговорили про фары, как у Виталия Вессом. Их сейчас, кстати, у нас два вида в наличии. Одни с габаритом, другие без габарита. У меня с дырочкой с габаритом, да? Вот сейчас есть еще без габарита. Вот сейчас, менясь на Нилу, ставил оптику. Вот я заводскую убирал, оставил в Вессом. Там якобы отражатель какой-то немецкий, да? И стекло прямое, как я помню. Да, производство больше. На Нилу. До сих пор езжу и проблем вообще нет. Да, отличные фары. Мы с ним обсудили. У него стекло рифленое, у него фары простые. Линзы туда, если поставить, это будет рассеиваться. Это не будет светить на дорогу. Нужно гладкое стекло на фару. Поэтому это не его вариант был. Мы обсудили. И он заказал вот Нарвовские лампы. Отличный вариант. Они с повышенной влагозащитой. То есть с ними можно нырять. Им ничего не будет. Они идут с медным сердечником. И на ЦСП-чипах, что немаловажно, для светокиневых границ. Чтобы это светило на дорогу, а не куда-либо. Итак, если я буду брать, так говоришь, 10% скидка. Сколько у меня они обходятся? Ну, минус 350 рублей с этого комплекта. 350 получается. Так, ребята. 350 на фареньке в черном цвете. Вот. Убедили меня, что качество. Напишите, кто знает за них. Вот. Вот. Возьму. Поставлю. Протестим, как говорится. По сравнению с предыдущими вашими. Мне кажется, они более стильные выглядят. У меня уже, знаешь, такие там, ну, 4 года. Хорошие, но сейчас мода. Как говорится, прогресс идет. Так, ребята. Вот такие я фары. Вот я про что говорил. Это вот оптика на Ниву. Но она не только на Ниву. Тут, по-моему, да? Да. Пазики, Камазы, УАЗы. Вот такие я у Лада покупал. Волга. В чем здесь преимущество? Вот заводских. Если. Это современная более оптика, так скажем, которая ставится на него. Самое главное, вот если посмотреть, видите, стекло какое. Ну, оно как бы относительно прямое. Не сильно выпуклое. И отражатель. Хороший вроде как. То есть, это более современная оптика. То, что ставится на него по сей день, оно разрабатывалось там 50 лет назад. Это, так скажем, ну, там, 10-летняя разработка. Рассеиватель уже адаптирован под современные дороги. Если вы любите сток, вот эти всякие диодные фары, именно с линзами, то эти фары будут светить гораздо лучше, чем стандартные Нивовские. Плюс это производство Польши. Это не Китай. Приличная вещь для себя. Здесь хромирование отражателя идет уже гораздо качественнее, чем у наших Осваровских. Здесь идет пыльник для влагозащиты. Кто-то ставит его, кто-то не ставит. Но это уже по желанию. Вот. Есть секция габарита. Ну, также эти же фары есть у нас без секции габарита. Это уже по вашему желанию. Вот. Отличный вариант. Мы рекомендуем в эти фары ставить светодиоды. Это побережу. Да. У меня стоят. Вот у меня именно такая оптика стоит. И лампы у меня стоят. Вот эти вот. Нарва стоят. Уже два года. Аж четвертые. А, вот такие, по-моему. Вот такие стоят. Аж четвертые. Как бы работают. Проблем нет. Ну, и сейчас заодно сразу поговорим, какие еще можно лампы установить. Ну, в оптику Ниву, например. Ну, не только Ниву, а у кого аж четыре лампы. Потому что Нарва уже, как оказывается, устарела. Пришли какие-то новые. И вот сейчас Влад нам расскажет. Да, сейчас есть южнокорейская разработка МТФ. Серия Активнайт. У них три линейки. Динамик Вижн, Активнайт и Киберлайт. Вот, серия Активнайт, мы с нее начнем. Это конкурент прямой Нарвы. Они по светоотдаче очень похожи. У Нарва 1800 люмен светоотдача. У Активнайта 1750 люмен. 50 люмен, небольшая разница, считать ее не стоит. По конструкции они интересны, что те, что и другие. Это кулерная лампа. У нее медный сердечник, плюс радиатор, плюс кулер. Это Нарва? Это Нарва, да. Фирма, ну, разработка немецкая. Все производство в Китае, понятное дело. Но разработка немецкая, разработанная инженерами. Это суперкомпактные лампы. И эти лампы без помех на радио. И на рацию, кто пользуется рацией. То есть, они 12-24 вольта для грузовиков, для водителей грузовиков. Это важно. Здесь инженеры поставили фильтр, поэтому, почему бы нет. Это радиаторная лампа. То есть, уровень влагозащиты у этих ламп выше, чем у Нарва. То есть, здесь кулера нет? Здесь нет кулера. То есть, с ними, если у вас сровые слои эксплуатации, ну, там, не знаю, вы ныряете или какие-то там другие вещи, то этим лампам будет все равно, так скажем, на воду, грязь. Если у вас это открыто, у некоторых автомобилей, не закрыто горшком, как у Нивы, допустим, то им все равно. В кулер все-таки что-нибудь попало, может он остановиться. Это перегрев лампы. Здесь лампа рассчитана на медный сердечник, плюс кулер, плюс радиатор, точнее, извините. Вот. И ей этого достаточно. 1750 люмен. Это современные лампы. Разработка свежайшая. Да, но по ценам сразу. Чего стоит? На сегодняшний день стоит 3500 такой комплект. Нарва стоит 4000 на сегодняшний день комплект. Ого. 2500 люмен на каждую лампу. Тут используется двойное охлаждение, медный сердечник, плюс радиатор с кулером. Эти лампы идут на ЦСП-чипах, и мы даем гарантию на светотеневые границы, потому что чип ровно той же формы, того же размера и в том же месте, как нить на каждой угалогенной лампе. Мы даем гарантию, что весь свет будет на асфальте, а не в глазах встречных водителей, и что будет хорошая заливка дорожного полотна. Плюс этих ламп является их цветовая температура. 5500 кельвинов. Это не сильно холодный свет, то есть дождь, туман, мокрый асфальт. Они будут пробивать лучше, чем более холодные лампы. Отличный вариант по яркости. В своих деньгах очень хороший. Поэтому, ну, рекомендовать можно. Да, еще раз повторюсь про чип, что он той же формы, того же размера, в тех же местах, как нити на калининговой угалогенной лампе. Это дает гарантию на СТГ, что у вас она будет. Если ее не будет, можно легко принести, сдать, взять любой другой вариант на пробу. Без проблем. Медный сердечник плюс радиатор с кулером. Кулер активный, и он высокоскоростной. То есть он успевает охлаждать такую мощную лампу. 2500 люмен на каждую лампу светоотдачи. А если цена на данный момент, сколько она стоит? На сегодняшний день стоит такой комплект 4000 рублей. Ну, ценники меняются, поэтому, ребята, смотрите на тот день, когда вы смотрите это видео. Ну да. Вот. Вариант отличный. Это разработано инженерами южнокорейскими. МТФ фирма российская, но качество корейское. Поэтому для себя рекомендую. Теперь хотелось бы рассказать про самые яркие из качественных на сегодняшний день. Почему я говорю про качество? Потому что МТФ это южнокорейская разработка, фирма российская. И тут качество максимальное. Бывают всякие лампочки там с Алиэкспресса, которые там стоят даже дороже. Но даже подумав о пожаробезопасности, я бы не стал ставить но-нейм, который производитель где не пишет, где это сделано и тому подобное. Потому что вдруг что случится, тут, как говорится, ты уверен, что фирма прилична. Прилично. Серия. Это максимальная линейка. Называется она Киберлайт. Это самые яркие. У них идет 3750 люмен. Яркость на каждую лампу. Некоторые китайские производители пишут там 10 тысяч люмен. Но оказывается, это потом на коробку из 150 комплектов. Вот. Здесь на каждую лампу это производитель выделяет. У этих ламп идет тройное охлаждение. Это жидкостное охлаждение, медный сердечник и кулер высокоскоростной. Также они идут с функцией CANBUS. Это для немецких автомобилей, либо для современных корейских. В некоторых случаях надобится. Даем на эксперимент. Вдруг, если что-то не подходит, без проблем, можете вернуть, поменять на другие. То есть, как я понял, человек пришел, оплатил и говорит, возьму на сутки, попробую что-ли? Да. То есть, я поставил машину, покатался, говорю, фигня горю. Мы делаем эксперимент на сутки. Любые лампы, хоть дешевые, хоть дорогие. Фирмы, производители разные, чипы разные, машины разные. У одной, одни лампы будут хорошо светить машины, у другой эти же лампы могут машины, из-за того, что оптика совершенно другая, светить. Ну, плохо. Поэтому без проблем. Не переживайте за потраченные деньги. Мы их возвращаем, либо меняем на другое. Никаких проблем. Молодцы. Киберлайт, чипы ЦСП, мы уже о ней говорили, они той же формы, того же размера, в тех же местах, как они накалены у голодиновой лампы. За счет этого мы даем гарантию на СТГ. Опять же, про СТГ. СТГ это важно. Чтобы быть человеком, надо не слепить встречку. Нужно думать не только о себе, а о встречных водителях обязательно. Эти чипы встречку не слепят. В любой оптике. Мы на это даем гарантию, что вы будете хорошо видеть и не слепить встречку. Сами лампы. Металлическая юбка. У некоторых производителей делают пластиковую юбку, как, допустим, Нарва идет. Металлическая юбка, я считаю, это плюс к охлаждению. Все-таки теплоотвод от нее идет. ЧП и ЦСП. Медный сердечник. Жидкостное охлаждение. В этом сердечнике еще жидкость есть. Для более быстрого теплораспределения. Также кулер идет. Это довольно компактная лампа. Она везде помещается. Мы на это тоже даем гарантию. Не поместилось. Принесли, поменяли на другое. Стабилизатор. 45 ватт реальных. Не как китайцы там пишут, там миллион ватт. На самом деле там их трех нету ватт. Это самое яркое из качественного на сегодняшний день. Могу рекомендовать. Цена комплекта в цоколе H4 отличается от остальных цоколей. Цоколе H4 стоит 6 тысяч комплект. Остальные цоколя стоят 4 тысячи 800 комплект. Он дороже, потому что здесь 4 чипа. И сама конструкция ламп более сложная, чем H1, H3, H7. То есть, допустим, если вы будете брать на Vestu, там будет дешевле на 20%. Ну, из того, что цоколь, да? Да, потому что цоколь там однорежимный. Здесь двухрежимный цоколь. Он стоит дороже. Хотели бы... Да, можно вот лампочку вот в хорошую, ну, то, что у меня... СМОНскую фару. Да, вот у меня, например, такая стоит. И если вот такую эту лампу поставить и посмотреть, как она... Можно ли делать? Давайте, конечно, давайте посвятим. Давайте посмотрим. И заодно покажем, как это все монтируется. Многие, может быть, не знают или думают, что это трудно. На самом деле, все это просто. Все очень просто. Это вот от Нивы H4. Тут ВСМ ставит заглушечку пластиковую с завода, чтобы пыль не попадала в фару, если она где-то будет лежать на витрине. А сваровский обычно скотчем заклеивают так. Не по-деревенски, как говорится. Здесь более культурно, конечно. Да, здесь вот вниз, вверх, вверх, вниз. Для установки юбка съемная. Это удобно, потому что мы можем сначала поставить юбку в фару в эту. 2 вниз, 1 вверх. И фиксируете. То есть все очень легко и просто готово. Да, все. Дальше мы ставим просто лампу. Шнуровом, по-моему, вверх. И потом... Нет, шнур не важно. Главное, чтобы чипы... Главное, чтобы лодочка была внизу. Это можно уже дорегулировать, когда она в фаре стоит. Вот сейчас мы с вами вместе отрегулировали. То есть вот так вот лодочка, чтобы светодиодок вверх светили. Поэтому мы ее называем лодочкой, чтобы никак козырек не было. Ну да, да, да. Она внизу должна быть. Это для правильного распределения требуется. Также у галогеновой лампочки, если вы вытащите свою лампу H4, вот из дневы, допустим, да, у нее также на ближнем лодочке. Да. Конструкция идентична галогеновой лампе. Ну давай попробуем подключить и посмотрим. Ближний. Смотрите, вот оптика. Сейчас я возьму поудобнее камеры. Смотрите, вот граница. Видите? Четкая граница. Для наших дорог как раз галочка в правую сторону. Ну да, вообще супер. Я не знаю, как еще показать. Там не видно будет. Ну вот только здесь могу вам показать. Ну-ка давай дальний. Дальний. Ну дальний, как обычно. Самое главное ближний. В основном мы ездим с вами на ближнем. Все четенько. Как обычно мы показываем. Вот смотрите, вот сейчас вот. Я вот держу ее. Ну-ка. Минуту. Виталь, лучше подойди, пожалуйста. Не, я просто хочу вот так посмотреть. Мы обычно вот здесь Нива стоит у нас. Мы на ней показываем. То есть вот регулировка правильная. И она получается освещает дорогу, полотно и не слепит встречку. Если настроить неправильно, смотрите, видите, салон загорелся у Нивы. То есть вот так вот обычно китайские дешманские лампы светят куда попало. А вот так мы водителя не слепим. Видите, у нас луч до зеркал максимум. И впереди идущую машину мы в зеркала не слепим. И, как говорится, имеем правильную свет-теневую границу. Да, плюс. Я вот если вот эта оптика и лампа сколько примерно по деньгам будет стоить? Вот ребят захотят в него поставить хороший свет. Ну вот надо. Убраем 4 тысяч комплекты фар этих стоят. То есть оптика. 2 тысячи за штуку примерно. Одна штука, 2 тысячи рублей примерно, да? Да, примерно так вот. Да, то есть 4 и лампа, сок скал. И лампа, лампы, комплект, если в ваш четвертом цоколе, повторюсь, это когда ближний и дальний, они стоят 6 тысяч. Если у вас моноцоколь, ну не знаю, возьмем. Нет, мы берем для Нивы просто вот. То есть 10 тысяч рублей и у нас хороший свет. Да? У нас лучшие на сегодняшний день. Согласен, да. То есть 10 тысяч рублей, это если нормальная оптика. Весенская стоит, извиняюсь, да. И хорошие лампы. 10 тысяч рублей. Ну плюс съедочка, да, будет? Обязательно. Да, ребята. Обещал. Так что заказываем, отправляем в регионы, не вопрос. Да, легко отправляем, куда нужно вам, без проблем. Любой СДЭК, деловые линии, почта. Ну это мы можем по России отправить? Да. А Казахстан? Да, ну тоже в принципе можно рассмотреть. Если на законодательном уровне там никаких сложностей нет, мы отправим никаких проблем. Ребята, пользуйтесь случаем. Скидочки от меня есть. Все ссылочки будут в описании. Заказывайте, переходите. Приходите вот три точки. Повторяю еще раз, где у нас точки находятся? У нас есть точка в Автограде, снова вход на шоссейный возле бизнес-центра «Навигатор». Заходите сразу на лестницу направо, вторая точка от угла, возле аккумулятора. Еще у нас точка есть на авторемонтной 1, это автомаксимум, место номер 51. Легко запомнить, авторемонтная 1, место 51. И есть в торговом комплексе «Оренбург», это возле Обл-ГАИ, транспортная 10, место 132, это возле входа на находку, во втором ряду. Да. Там у нас синенькая мигалка моргает. Так, ну еще сразу хочу поговорить, это лампы те, которые я у Влада покупал в том году на Ладу Гранту. Тоже видео есть, вы смотрели, может, поездка в Анапу на Ладу Гранте называется. Проехала 5000 километров, половина пути ехали мы ночью. И я на Гранту именно устанавливал вот эти лампы. Остром. Остром немецкой фирмы. Мне понравилось, до сих пор езжу, свет классный. И самое интересное, я заезжал к официалам, на стенде смотрели. Вот тоже, как и на этих лампах, строгая-строгая грань есть, светодиодная граница. Все-таки его и границы обязательно. Это крутые лампы. Остром фирма сама по себе очень серьезная. Там инженеры работают. На 110% увеличена яркость свечения пучка. Два года заявлена гарантия от производителя. Ну, мы не раскидываемся такими. Производитель пишет одно, потом получается другое. Мы так много не можем дать. Ну, они работают. Самое главное. Я вам так скажу. Сколько мы торговали Остромовскими LED-ами. Их может быть не сильно много комплектов продано, потому что у них ценник такой серьезный. Но по ним ни разу не было ни одного брака, ни в одном цехе. Поэтому тоже можно рекомендовать. Лампа полностью металлическая. То есть юбка у нее тоже металл. Плюс к охлаждению. Чипы ЦСП правильные. Кулер сверх компактный. Ну, то есть он помещается везде. И идет блок стабилизатор. Чтобы защищал от скачков напряжения. Ну, да. Для себя тоже отличный вариант. Юбка для удобства установки съемная. Устанавливать одно удовольствие легко. Ну, я за эти лампы на себе попробовал. То есть работают. В Гранте у меня стоят зачет. Вот прям за них зачет. Поставил бы в Ниву. Но, а сколько они стоят? Ну, на сегодняшний день цоколь лишь 4 стоит 6500 рублей. А я брал даже дешевле. Это было полгода назад примерно. То есть цена меняется. К сожалению, это не от нас зависит. Это вот скачки все. Поэтому на сегодняшний день может быть даже интереснее рассмотреть киберлайты. И дешевле получается, если светоотдача у них больше. У Устрома 2000 люмен светоотдача идет. Это, конечно, ярче, чем Нарва. Но киберлайты выигрывают 3750 люмен на лампу. На сегодняшний день из реальных показателей, то есть без обмана, ничего лучше нет. Будем стремиться к хорошим лампам. Надо, конечно, стремиться. Потому что ночное время, свет, это самое главное, да, безопасность. Конечно, это ваша безопасность. Безопасность ваших пассажиров и пешеходов. Помимо светодиодных ламп, еще у Влада есть лампа-линза. Вот проник в двух словах. И по ценам тоже будет интересно. Без разницы, какой автомобиль, в принципе, главное, чтобы было гладкое стекло фары. Будь то Kia Rio, Logan, либо Lada Granta. Мы можем поставить лампу-линзу. Особенно это актуально для автомобилей, у которых, допустим, поврежден отражатель. Ну, с времен. Там смыло его, так скажем. Так тоже бывает. Либо он износился. Эти лампы формируют световой пучок без участия вашего старого отражателя. Ставятся они в стандартное гнездо. Никаких переделок доработок. Разбирать фару не надо. Как говорится, plug and play ставится просто. Ты меня, извини, вот это вот в Lada Granta я могу поставить? То есть, вот это вот гнездо помещается? Помещается. Все войдет по местам. Никаких проблем. И никаких доработок, самое главное. Вы не портите автомобиль, устанавливая эти лампы. Некоторые типы линз есть, которые нужно разобрать фару. Да, да, да. Собрать ее нужно качественно. Тут вы ставите сами гнездо стандартной лампы без доработок. Легко. Теперь хочу рассказать про узумовские. Это крутая китайская фирма. Они делают качественные вещи. Можно рекомендовать. Также лампа линза устанавливается в фару. Для удобства установки кулер здесь съемный. Ну, так же, как и здесь, в принципе. Он там на контактах. То есть, не проводки, то есть, вы не оторвете, ничего не повредите. Если снимете, то есть, тут контакты. Да, по дорожке. То есть, здесь термопаста намазана. Вы вставили в фару, закрепили стандартным зажимом. Для удобства это сделано. Палачок положили, фишку подключили. Все по стандартным разъемам. Никаких доработок. И кулер. И здесь так же, да? Да. И кулер так же накрутили обратно. Он работает. А по свету как? Вот. Светят они хорошо. Здесь два чипа и два отражателя. Здесь два отражателя. Да, вот здесь вот два. Здесь два чипа, один отражатель. Второй чип, это чип дальнего света, он генерирует от вашей машины уже. От заводского отражателя, да? Но самое главное, это ближний. Вот. Могу засветить, если интересно. Да, давай, почему нет-то. Давайте хотя бы ближний посмотрим. Нам все интересно по свету. Он не границ тоже здесь, да? Да, конечно, обязательно. Это ближний свет. О, тут кулер крутится. Кулер крутится, да. Даже вот на него, допустим, направь. Четненько. При регулировках. Ну да, вот. То есть мы отрегулировали фары. Не слепим встречку. Светят они хорошо. А дальний как они светят? Дальний мы здесь не увидим. А, здесь, да. Оно будет отражаться сюда вниз. Да, да. То есть, видите, нижний чип забирается. Когда будет ваш отражатель там. И самое главное, что ближний при включении дальнего у этих линз не тухнет. Он притухает слегка. То есть у вас получается двойной свет. Когда галогенка стоит обычная, H4, при включении дальнего отключается ближний. Это сделано для экономии энергии. Потому что... Ну понял, понял, да. Да, да, да. 60 на дальний. А так сотку. Если их сделать одновременно, то у вас будет очень большая нагрузка. Здесь, так как нагрузка маленькая, они не отключают ближний. И это является преимуществом. Потому что во время дальнего вы еще и широкое видите. Ну я понял. И только точка. Ну да, понял. Поэтому тоже интересно. Отличный вариант. Цена? Цена цена. Стоимость такого комплекта на сегодняшний день 4800 рублей. Ну, это примерно как и светодиодные, да? Да. А вот это Xiaomi. Также даем, кстати, на эксперимент. Можете взять, прокатнуться. Не понравилось, принесли. Нет проблем. По Xiaomi не помнишь. Но вообще, как бы, сама по себе контора такая дорогая. Xiaomi стоит 5400 комплект. Тоже, в принципе. Да. Ну да, Xiaomi старая фирма. У них радары, регистраторы классные. В принципе, много лет на рынке. Инженеры там работают. Поэтому, почему бы нет. Можно их рассмотреть. Ясно. Тут идет лазерный дальний свет. Видите, то есть двойная линза. Да, да. Уж посмотрел. Просто круглая. То есть дальний свет выделяется особой областью. Как вариант тоже интересный. Ну, в принципе, максимально. Вот у Влада мы вам про автосвет рассказали. Выбор за вами стоит. Кому что понравилось. Все координаты Влада есть. Пишите. Да? Соцсети есть? Вконтакте у нас группа больше 3000 человек. Инстаграма мы сейчас не пользуемся. Он запрещен. Да, он у нас. В Российской Федерации. В Телеграме. Вайбер, Ватсап. А тебя найти как? Если вот так вот просто рассказать. Если искать в интернете, то автосвет номер один Оренбург можно набрать. И там адреса транспортная, ремонтная. Если ВКонтакте у нас автосвет, билет, ФСО. Можете просто написать лампой. Ладно, я, в принципе, приехал только за подфарниками. Подфарниками я, в принципе, доволен. Осталось установить, посмотреть, как они работают. И все. Владу, спасибо. Тебе спасибо, что рассказал. Просветил. Я думаю, что, в принципе, интересно. Вот за весь автосвет. Конечно, можно много чего еще рассказать. Есть разные, но мы показали вам то, что реально светит, да? Да. Ну, еще LED линзы, конечно, реально светит. Который с разбором фары. У нас очень хорошие. Давайте, я думаю, мы следующий какой-нибудь видосик там запилим. Что-нибудь будет интересного. Так что все, ребята. Всем пока. Переходим в описание. Все данные телефона Влада в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok